Она не волнуется, она привыкла к славе. Вот так нескромно мама художницы Елена говорит о 15-й выставке дочери. Гордиться есть чем. Девочка, которая родилась без кистей, нашла себя в рисовании. Пятна на картине, отпечатки локтей и пальцев. Маленькая Алла сначала рисовала так, потом в ход пошли карандаши и мелки, и всегда яркие цвета. Если человеку грустно, он может посмотреть на мою картину, и как-то у него настроение поднимется, он тоже будет делать что-нибудь такое хорошее. Я хочу людям сказать своей выставкой, что то, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно это продолжать и развивать. В этом плане Алла строгает к тебе. Из-за школы рисует не каждый день, но раз в неделю обязательно вносит в картины хотя бы пару нюансов. После непростого периода девочку перезагрузил Пикассо. Она прочла о нем в журнале. Он рассказывал про себя, как он творит, как он чувствует, что он пользуется. Там две большие страницы, фотографии. И все. Я Алла как влюбилась, у нее как вот это вот пошло, пошло, пошло. Как одаренность что ли какая-то. Так появились картины «Кошачьи страхи» и «Птица счастья». С годами штрихи Аллы более четкие, а рисунки не только про радость. Чаще всего сейчас отрицательно, потому что девятый класс и проблемы с одноклассниками, с друзьями, и это все очень сильно отражается. Можно рисовать из-за эмоций. Что-то там произошло, ты там платишь или без разницы. Эмоции. Нужно успеть, пока не закончились эти эмоции, нарисовать картину. А эмоции сейчас разные. Алла готовится к поступлению в колледж. На кого учиться, преподавателя ИЗО или компьютерного графика, пока не решила. На выбор у нее есть год. И творческий отпечаток этого времени должен быть интересным. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.